всем привет специально выключил свет в комментариях просили снять небольшой обзор смартфона ли агуэлит один в чехле фирменном чехле их оригинал кейс называется и сравнить с htc dot view чехлом свет выключил для того чтобы продемонстрировать как чехлы работают при входящем вызове сначала осуществим вызов на dot view чтобы лучше было видно анимацию смартфон моего сына то есть свайпом вверх отвечаешь на вызов свайпом вниз отклоняешь вызов теперь звонок на ли агу анимация здесь очень простая вот как все это выглядит вот чтобы лучше было видно то же самое свайпом вниз отклоняешь свайпом вверх принимаешь вызов удивительно но почему-то только дает отклонить почему это происходит сейчас раз для того чтобы немножко добавить функциональности данного чехлу я включил вот такую вот функцию а называется умные умные жесты умное движение основу smart motion телефон ответ на звонок по 3 ну свинг до потрясти телефон для того чтобы ответить на звонок то есть при входящем вызове достаточно вот видите я просто поднял смартфон и он уже ответил на звонок то есть когда показывала свайп вниз сделать чтобы отклонить это уже было не отклонить а положить трубку вот вот такая вот вещь сейчас вот попробую отключите вот я отключаю и осуществлю звонок снова так идет звонок вот вот я поднимаю двигаю переворачиваю телефон и все равно он предлагает либо свайпом вниз отклонить звонок либо свайпом вверх принять вызов с чувствительностью кстати здесь проблемы вот сейчас видите я принял вызов и теперь для того чтобы сбросить вызов мне нужно свайп вниз делать вот так вот smart чехлы работают в режиме ответа на входящие вызовы человек написавшими в комментариях о с просьбой о провести о проведении сравнения между вот данными чехлами он говорил о том что сомневается стоит ли заказывать чехол от лигу ну решайте сами вот внешний вид данного чехла я его показывал в принципе когда делал распаковку чем он отличается от чехла dot view который в общем то задал моду дана так на такого рода чехлы здесь резина здесь здесь непонятно что здесь как будто есть основа но она обклеена какой-то вот блестящей штукой то есть трех цветов золотистые серебристые и черные никаких после прошивки после обновления прошивки опять же видео вот здесь она выложу кому интересно исчезла вкладка которая здесь была отвечала за работу чехла она называлась просто холл и в ней вклю просто включался либо отключался сам чехол теперь за работу чехла отвечает вот вот эта вот вкладка в панели быстрого доступа холл open чехол работает холл close чехол не работает вот видите мы видим обои и просто основной экран то есть что он есть что нет не работает опять же включаем убираем чехол работает обои которая оформляет этот чехол она одна изменить что-то ничего нельзя то есть вот есть время время и вот это вот обои на все больше ничего поменять нельзя здесь нет специального приложения в котором можно было ли как как-либо кастомизировать данный чехол теперь смотрим что есть в htc с его фирменным чехлом dot view есть вот такое приложение его к нему можно получить доступ и из обычное меню настроек персонализация dot view что здесь есть здесь есть темы динамические праздничные мои темы можно создавать самому кроме того имеются такое приложение это игра ну вот здесь как она действует как она запускается закройте крышку для старта игры и так далее в общем играть не будем на так здесь есть возможность самому создать чехол свободный эскиз рисуете что там делаете создаете какую-то заставку стираете меняете краски цвета смотрите как это будет выглядеть публикуете изменяете шаблон установить устанавливать как тему делать как чистый эскиз и выходите нет сохранять не будем ну вот здесь вот уже мой ребенок здесь что такое нарисовал кролика что еще есть интересная вещь сообщение то есть опять же каким образом будет сообщение выходить на главный экран через чехол dot view для просмотра сообщения закроем крышку вот так выглядит то есть там добавляете какое какое-либо сообщение и она в режиме ожидания будет высвечиваться если сравнивать вот такие вот есть настройки кстати время ожидания включить очищен dot view либо выключить настройки уведомлений какие уведомления будут появляться на на табло этого чехла если так можно сказать здесь есть очень интересная функция посмотреть журнал вызов данная функция работает только при включенной вот этой вот функции игнорировать защиту то есть телефон данный момент заблокирован на пин-код да если вот эту вот функцию не подключить игнорировать защиту то не будет работать вот это вот функция показывать журнал вызов как это осуществляется спускайте двойным тапом запускайте чехол вот здесь работает праздничная эта тема и после нее свайпом три последних вызова выбираете и осуществляете вызов одному из абонентов которые на списке трех вот я себе осуществил вызов вот так вот все это выглядит какой из них лучше приблизился ли данный чехол от ли а гу к своему так сказать оригиналу на которую как бы наверно ориентировались когда этот чехол придумывали запускали в производство я не знаю но смотрите сами то есть как здесь выглядит крышка и как здесь здесь она плотная монолитная вот здесь магнит удобно складывать держать в руках складывать в карман вот здесь вот из-за того что крышка вот так вот не плотно подогнана это делать неудобно то есть она постоянно болтается видите вот так вот ходит и никакой возможности по крайней мере сейчас кастомизации нету вот такие дела